Ровно пять лет тому назад, 20 мая 2019-го, Владимир Зеленский получил президентские клейноды. И в частности булаву, которая наравне с печатью является в стране главным символом верховной власти. Теперь, спустя годы, выглядят метафорой судьбы тот факт, что президентское удостоверение в ходе церемонии инаугурации упало на пол. Его, впрочем, быстро подняли, а значит, упавшим оно не считается. Прошу голову Конституционного суду Украины вручить официальные символы главы державы, президенту Украины, Володимиру Александровичу Зеленскому. Прошу вручить знак президента Украины. В украинской конституции процедуры передачи власти описаны исчерпывающе. До 31 марта следовало провести выборы, 20 мая передать клейноды преемнику, либо, коль так решит народ, по итогам свободного, тайного, прямого голосования, оставить булаву себе. Если выборы по каким-то причинам не состоялись, исполнять обязанности президента Украины должен глава парламента. Вот этот вот самый господин. В период у меня вставок. Стали питание легитимности президента Украины. Это враги Украины. Я тоже не хочу, чтобы политические люди, которые действуют на всей ситуации в Украине, были раскидывали питание легитимности главы Украины. Стефанчук отталкивает воображаемую булаву так энергично, словно она раскаленная. Хотя ее, конечно, никто ему даже не предлагает. По Конституции выборы на Украине не проводятся в условиях военного положения. Однако речь идет только о выборах депутатов парламента. Про президента Конституции не говорит ничего. Вряд ли это простое упущение. Верховная Рада обладает самыми широкими полномочиями и вполне способна быть коллективным президентом. Наконец, спикер парламента уже бывал и о главы государства. Сразу после Майдана таковым стал Турчинов. Помнится, его полномочия мало кто подвергал сомнению, а немногие подвергавшие быстро оказались за границей или в могиле. Зеленский обладал реальным шансом решить в свою пользу юридическую коллизию, связанную со своим статусом. Надо было только обратиться в Конституционный суд. Но они ожесточенно воевали последние несколько лет. Зеленский одержал победу, которая теперь обернулась поражением. В Конституционный суд, спроси его, тут же наверняка объявит засидевшегося президента узурпатором. Есть мнение, что Зеленский как доллар. Чего-то стоит до тех пор, пока его признают те, кто им пользуется. Формальным главой государства его пока согласны считать многие. Президент Зеленский остается для нас главой государства Украина и тем человеком, с которым генеральный секретарь общается, когда ему нужно связаться с украинским лидером. Человек, с которым общаются, когда нужно связаться с украинским лидером, это очень точная формулировка и означает. Другого-то все равно нет. Британская BBC посвящает истечению срока президентской годности свой материал. И если бы Зеленского сватали, вряд ли были бы красноречивее. Он выглядит уставшим Джеймсом Бондом. Зеленский использовал свою неизменную привлекательность. А вот еще и с BBC. Большинство похоже согласно с тем, что говорить о выборах безответственно. Но замера на глазок довольно неважная замена выборам. Опросы, к примеру, говорят, что BBC ошибается. И украинцы охотно предпочли бы Зеленскому отставного главкома залужного. Но все это, впрочем, пустяки. Важно то, какие последствия будет иметь сомнительный статус украинского президента. Если речь дойдет, дело дойдет до подписания каких-то документов, конечно, мы должны подписывать документы в такой судьбоносной области с легитимными властями. Это факт очевидный. Но, повторяю еще раз, ответить на этот вопрос должна политическая и юридическая правовая система самой Украины. Вопрос о мире, между тем, не просто назрел, но перезрел. И, похоже, наступил момент, когда он действительно становится нужен всем, чему причиной тоже президентские выборы, но уже американские. Трамп обещает установить мир за сутки, и это не нравится никому. Не нравится европейцам и НАТО, поскольку в случае успеха продемонстрирует их никчемность и обреченность на вторые роли. Не нравится Белому дому, поскольку выглядит убедительнее мирного плана от Байдена. Да и сложно не быть убедительнее того, чего нет. Россия и план Трампа тоже вряд ли симпатичен, ведь он может привести к снятию всяких ограничений на поставки оружия и отправку иностранных войск в зону конфликта. Таким образом, Байден очень заинтересован в том, чтобы стрелять в Европе перестали до американских выборов. Он надеется, что это прибавит ему голосов. Именно поэтому, похоже, к Зеленскому недавно приезжал госсекретарь Блинкен. Для чиновника такого ранга провести целых три дня в Киеве означает, что там он был занят исключительно важными глобальной значимости делами. Зеленский остается президентом до тех пор, пока есть война. Война есть, он президент. Поэтому, для того, чтобы пойти по сценарию, прекратить конфликт до конца года, Зеленскому должны быть дадены какие-то гарантии. Гарантии того, что его не будут потом преследовать. И они будут на него возлагать ответственность за все, что произошло с Украиной. Зеленский – президент войны не только потому, что он несколько раз не давал ей закончиться. С ее даже не завершением и всего лишь остановкой, он лишается, в том числе формальных оправданий, своему отказу выпускать из рук гетманскую главу. Нынешнее межумочное положение, когда Украиной правит человек, полномочия которого сомнительны, вряд ли продлится долго. Может, Зеленский сам вспомнит, что выборов давно не было и хорошо бы их провести. А может, американцы ему напомнят, что верят в Бога и в доллар. И дополнять эту перечень не считают нужным. В конце концов, их веры даже для удержания курса гринбекса едва хватает, чтобы тратить ее еще и на сохранение в креслах украинских политиков. Олег Романов в главном эфире.